Просторная кухня Анны Александровой сегодня больше похожа на маленький цех на дому, ведь снабдить полезным бездрожжевым хлебом ей нужно и родных, и близких. Технология приготовления максимально проста, однако именно так 100-200 лет назад готовили выпечку в домашних условиях наши прабабушки. Формы достались тоже мне с древни, то есть муж приехал, то есть это формы тоже от бабушки, от его бабушки. Вот это единственное, что я вот одну купила. То есть очень как бы классные, да, и мы возвращаемся к нашим, можно сказать, традициям, да, потому что хлеб на закваске, без дрожжей, долгой ферментации, и он, соответственно, здоровый, полезный и усваивается нашим организмом намного легче. Бездрожжевой хлеб полезен тем, что лучше усваивается и облегчает процесс пищеварения. Плотный мякиш в пищевом комке способствует более активной работе кишечника. Сегодня в ассортиментном перечне Анны более десятка наименований, простых и не очень, однако самые любимые в семье традиционные, например, домашний батон. Это у нас будет белый хлеб, вот. Сейчас я складываю тесто, тесто на закваске, оно всего из трех ингредиентов. Это мука, пшеничная высшего сорта, вода, немножко соли. Вот, и он похож будет на такой вот постный батончик. А если хочется порадовать близких и друзей сладеньким, тогда стоит подумать о шоколадных кексах. Вкусно, пальчики оближешь, а запах так и манит зайти в кухню за очередной порцией. Хотя Анна знает, наличие в составе правильных продуктов позволяет насытить организм и сохранить это ощущение достаточно долго. Бывает такое, что закваска где-то остается, а я такой человек, что стараюсь все продукты пристроить, ничего не выбрасывая. Вот, и это был как бы эксперимент, я его нашла в Инстаграме. Вот, и меня удивило то, что тут нету яиц, то есть вместо яйца идет заменитель банан. Вот, и они на цельнозерновой муке, немножко какао, потом без сливочного масла, тут немножко растительного масла. Немного сахара, правда, здесь присутствует. Вот, и, ну, не такой вариант, как бы постный. Вот, и они очень такие достаточно получаются, такие нежные, мягенькие, ну, моим нравится. А в дополнении с ароматным мятным чаем такие посиделки получаются более теплыми и душевными. Кстати, этот и многие другие интересные рецепты Анна Александрова публикует на своих страницах в социальных сетях. А пока такая кулинария – хобби, однако со временем мастер планирует сделать его своей профессиональной деятельностью. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктовая».